До недавнего времени Nintendo Switch была единственной портативной игровой консолью. Затем нам показали Steam Deck, и многие называют эту консоль убийцей Nintendo Switch. Однако настоящей убийцей может стать продукт компании Apple. И напрячься тут стоит не только Nintendo, но и Sony и Xbox. Ведь если Apple берется делать какой-либо продукт, то яблочный гигант подходит к этому основательно. В этом видео поговорим обо всем, что известно о будущей игровой консоли Apple. И немножко затронем грядущую презентацию, которая пройдет уже 18 октября. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста. У микрофона Антон, поехали! Начну с того, что выход игровой консоли для Apple будет второй попыткой захватить рынок видеоигр. Первую попытку яблочный гигант предпринял в далеком 1996 году. Выпустив консоль Apple Pippin, которая довольно быстро была снята с продажи и считается одним из самых провальных продуктов Apple. И вот, судя по данным портала iMore, который ссылается на анонимные источники в компании, Apple работает над созданием игровой портативной консоли. Консоль будет гибридной, то есть ее можно будет использовать как в портативном режиме, так и подключив к телевизору, что делает ее очень схожей с Nintendo Switch. И, судя по всему, консоль от Apple не получит процессоры серии A или M, а будет использовать совершенно новые чипы, которые Apple представит вместе с игровой консолью. Более подробной информации о готовящейся консоли пока нет, что неудивительно, ведь Apple умеет держать в секрете информацию о новых продуктах. Вдобавок, сообщается, что игровая консоль Apple будет поддерживать будущий AR или VR-продукт от Apple. Звучит интересно, но нужно смотреть на то, как это будет реализовано. Но выпуск консоли — это только малая часть того, что Apple нужно сделать. Nintendo Switch любит не из-за графики или железа, а из-за игр. У Apple есть сервис Apple Arcade, и это уже неплохо. И, судя по данным портала GSM Arena, Apple уже привлекла разработчиков к созданию эксклюзивов. И на старте у нас будут аналоги игр серии «Зельда» и «Марио Одисси». И если эта информация подтвердится, то получается, что Apple всерьез нацелена на конкуренцию с Nintendo. Особенно учитывая данные о том, что Apple зарабатывает на играх больше, чем Sony, Activision, Nintendo и Microsoft вместе взятые. И это при том, что у Apple сейчас нет ни своей консоли, ни своих собственных игр. В любом случае, конкуренция — это очень хорошо, и я искренне надеюсь, что рано или поздно Apple представит игровую консоль, и она встряхнет рынок видеоигр. Ну и напоследок о презентации. Уже в понедельник, 18 октября, пройдет новое онлайн-мероприятие Apple. Судя по актуальным данным, нам покажут новые MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на базе процессора Apple M1X. Возможно, покажут и наушники AirPods 3. Ждать осталось совсем немного, и Apple не перестает нас радовать. Также после презентации будет доступна операционная система macOS Monterey, которую представили еще на летнем WWDC 2021. А пользуетесь ли вы игровыми приставками? Как считаете, получится ли у Apple встряхнуть индустрию? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста. У микрофона Антон, до связи.